Друзья, всем привет! В курсе, что сегодня произошло? Уверен, что все уже в курсе. Друзья, вспоминаем быстро вот этот мой расклад. Из этого видео. Вот этот расклад из этого видео. Что я вам всем говорил в этом ролике? Смотрите на карты внимательно. Это расклад на вопрос, что ждет Крымский мост в период с июня 2023 года по 31 декабря 2024 года. Будет ли совершена атака на Крымский мост в период с июня 2023 по 31 декабря 2024 года? Повешенный, смерть, десятка пентаклей, башня, жертва, плюс то, что несет смерть, разрушение, насилие, принуждение, плюс основа, плюс разрушение, падение. Десятка пентаклей, это основа чего-то, как в человеке, например, позвоночник. Если расклад на мост, значит это его опоры. Опоры, это те конструкции, на которые мост, точнее его пролетное строение, опирается, и которые распределяют нагрузку, давящую на сам мост. Так вот, эти самые опоры будут разрушены. Повешенный, смерть, десятка пентаклей, башня, жертва, плюс уничтожение, ликвидация, плюс основа, опоры, плюс внезапность, разрушение, падение, удар. Верхний горизонтальный ряд карта Ро четко указывает на разрушение моста. Смерть плюс башня. Неожиданная гибель, внезапное разрушение. Очень мощная, зрелищная, короче, жесть. Новости, сообщения о разрушении моста. По башне террористический ад проходит. Итоговый аркан колесо фортуны. Судьба, участь, удел. Быть удивленным таким поворотом событий. Поворотный, решающий момент. Может указывать на зрелище или осуществление, реализацию, выполнение, которые поражают с большой силой. Под силой принуждения, насилие. В период с июня 2023 года по 31 декабря 2024 года Крымский мост будет разрушен. Без вариантов. Увы, но какой-либо другой трактовки здесь дать просто нереально. Все это я вам всем говорил в этом видео. Информации, что опоры разрушены, пока нет. На этот раз они, похоже, устояли. В сети уже есть фото повреждения Крымского моста. СМИ сообщают, железнодорожное движение в сторону Крымского моста возобновлено. Друзья, это расклад на период июнь 2023-го, декабрь 2024-го. Всем известно. Бог Троицу любит. А теперь, друзья, вспоминаем вот этот мой сон. Видите? Мой сон мы с вами обсуждали в этом видео. Сон с разрушением моста мне приснился конкретно на мой запрос. Вопрос. Что ждет Россию летом 2023-го? Невероятно. Просто невероятно. Наблюдаем разрушение и падение. Обрушение. Описание моего сновидения. Ссылки на мои расклады, на этот сон найдете в описании к этому ролику. И я закреплю комментарий. Закрепленный мною комментарий. Друзья, сегодня 17 июля 2023-го. Лето еще не закончилось. Сон уже проигрался, так как есть на сегодняшний день. Исходя из того, что уже произошло. Или будет еще атака до конца лета. Ждем и наблюдаем. Теперь вспоминаем это видео. Что-нибудь похожее на сегодняшнее событие. Я в нем озвучил вот этот самый расклад на 17 июля 2023-го. Слушайте внимательно, что я вам всем говорил в этом видео. На карты смотрите. Жертва, испытания, творятся непостижимые вещи. То, чего на самом деле быть не может. Лишает власти и контроля. Тяжелая и неприятная ситуация, из которой сложно найти выход. Пятерка кубков плюс смерть, потеря, неудачи, боль, утраты. Боль, утраты, горе, тяжелая утрата. Быть разочарованным событиями. Плюс необратимые перемены, вершить чью-либо судьбу. То, что несет смерть, разрушение, насилие, принуждение. Иногда случаются события, которые так же неизбежны, как смерть. Сегодня на Крымском мосту погибли два человека. Десятка кубков. Это страна, отечество, город, местность, местоположение, местожительство. Пятерка мечей. Это враждебность. От острых разговоров, конфликтов до военных действий. Тройка мечей. Чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение. Шокирующее, болезненное событие. Устранение, несчастье, боль, горе, тревожные новости. В общем, друзья, у меня несколько вариантов. Второй вариант. В каком-то государстве вспыхнет вооруженный конфликт, раздор. Чрезвычайная ситуация, критическое положение. Кто-то попытается произвести захват, овладеть троном, реализация задуманного, активность, инициативность. Здесь, так или иначе, что-то связано с войной, боевыми действиями. События, связанные с каким-то государством. Вот, услышайте внимательно, что я вам говорил. События, связанные с каким-то государством. Лидером этого государства является авторитарный политик. В этом государстве несменяемая, централизованная власть. Такие карты в раскладе. Что-то будет, повторюсь. Здесь, так или иначе, что-то связано с войной, боевыми действиями. Рыцарь кубков. Данные события приближаются на подходе. Если вспыхнет какой-либо вооруженный конфликт, то где его начало? Почему в раскладе нет карт, указывающих на это? Наоборот, пятерка кубков, затянувшийся кризис. На всякий случай, вариант. В каком-то государстве вспыхнет вооруженный конфликт, раздор, чрезвычайная ситуация, критическое положение. Кто-то попытается произвести захват, овладеть троном, реализация задуманного, активность, инициативность. Вариант, что в этот день ничего вообще не произойдет, не случится, полностью исключаю. Какое-то событие точно будет. Перевернет ли оно наше будущее? Всего один старший аркан. Возможно, но это маловероятно. Всего один старший аркан. У этого афганского пророка далеко не все прогнозы сбывались. Вы должны это знать. Это мои слова из данного видео. На мой взгляд, то, что я вам сейчас озвучил, это гораздо лучше. Я оказался ближе к истине. Мой второй расклад на 17 июля ближе к истине, чем предсказание сидя к Афгана. Это уран, опять ядерный шантаж. Понимаю, что день сегодняшний пока не закончился, но один старший аркан в моем раскладе на 17 июля. Расходимся, друзья. Сегодня больше ничего не будет. На сегодня все. Всем удачи и до новых встреч. Счастливо.